Привет, Китай! Это я, Романыч. А это Пандао. Ну или мне даже больше название нравится русская рулетка. Хотя и она сюда не очень подходит. Поле чудес. Вот это вот истинное название магазина Пандао. Или площадки, или приложения, как хотите называйте. Почему я так считаю? Давайте обратимся к нашему лоту. Сегодня у нас iPhone 7 на повестке дня. Мобильный телефон на 32 гигабайта, золотой. Все красиво, который я купил всего лишь за 14 304 рубля. Еще раз думайте, цена 14 304 рубля. За iPhone, который по сути сейчас в данный момент в магазине, за это же все будет стоить ну примерно минимум около тридцатки, а может быть даже чуть больше, 32-33 тысячи рублей. То есть у меня была экономия примерно где-то в 60-70%. Заказ значит я сделал 3 декабря в 15.58. И 15 января он ко мне пришел. В данный момент уже февраль, потому что я разгребал свои товары и не сразу не стал распаковывать его, чтобы не захламлять. Короче, 15 января пришел. По сути шел достаточно недолго. Месяц там и 10 или 5 дней. И многие в комментариях, в отзывах жалуются, что шло очень долго. Мне в этом плане повезло. Наверное, я могу быть счастливым и радостным пользователем и владельцем. Но сейчас мы это обязательно посмотрим. Почему я назвал это поле чудес? Ну потому что мы заходим элементарно в отзывы на этот лод и находим просто такое количество негатива, такое количество оценок единиц. Это просто зашкаливает. Серьезно. Я когда смотрю на эти отзывы, я бы никогда в жизни после этого не заказал. Давайте полистаем. Из них я хочу выбрать отзыв. Он такой прям обширный, развернутый. Написан от Ларисы Фарт Диновой. Первое. Заказывала золотой, пришел розовый. Но это не беда. Я, кстати, тоже заказывал золотой, надеюсь, что не розовый. Второе. При активации телефона выходит ошибка, не видит оператора сотовой связи, отнесла в сервисный центр, рассказали, что слетел модем, который отвечает за сотовую связь. Нужно паять телефон. Ремонт обойдется в 5000 рублей. Спросили, будете ремонтировать или нет, но при пайке модема на айфоне рядом находится чип, который отвечает за программное обеспечение. И если он нагреется, то телефон будет можно выбрасывать. Но за ремонт я все равно должна буду заплатить. В итоге при ремонте полета программное обеспечение по ремонту обойдется в 13000 рублей. И еще не факт, что все это получится. Открыло спор, не рассматривают уже 10 дней и в сервисе сказали, что только оригинальный корпус и камера. Подумайте сто раз, заказывают или нет, в итоге пока без телефона. Как вам такой поворот событий, а? Мне уже прям нравится, обстановочка накаляется. Чтобы не было никаких недоразумений, давайте сразу так скажем в постскриптум продавца зайдем и увидим. Первое, что он пишет, он восстановленный и в хорошем состоянии. Добро вы поняли. Полностью проверенный, полностью функциональный и рабочий. Понятно. Третье, последнее обновление системы iOS не рекомендуется. Да, на самом деле я уже не первый раз так слышу, что на китайских аппаратах не рекомендуется обновлять. Может быть, кто-то рискнет обновить, я, наверное, все-таки не буду обновлять, хер бы с ним. Пускай остается та система, которая в данный момент версия установлена. Ну и, по сути, остальное, что он разблокирован, может быть зарегистрирован Apple ID, то есть, по сути, вы легко можете этот iPhone привязать к своему аккаунту. Все, у нас вопросы закончены. Сейчас вопрос у нас только один. Скрываем этот пакет, упаковку и что мы тут увидим? Ага, ну вообще, такая упаковка, конечно, непримечательная. Я бы никогда не подумал, что здесь телефон. Здесь, я не знаю, какой-то, бля, пластырь китайский, но никак не телефон. О-о-о-о, пачки! Поехали, поехали! На коробку, я помню, дико жаловались, но я теперь понимаю, из-за чего. Да, видно, как это очень липово было напечатано. Здесь сразу по тактильным ощущениям ты понимаешь, что это, знаешь, это не просто коробка, это, да, это обклеенное дерьмо какое-то. Очень нехерово его помяли. Здесь у нас как раз-таки пломбы стоят. Это хорошо, что его запломбировали. Итак, раз, два. Так, что у нас здесь за бумаги? Яблоки не положили в комплект, скребок положили, бумаги тоже, понятно дело, уже чувствуются неоригинальные. Я думаю, вообще, знаете, если вкратце брать, то, скорее всего, это какой-то огромный чан с айфонами поломанными лежит на каком-то том топовском дочернем предприятии. Что дальше происходит? Эти айфоны потихоньку ночью восстанавливают, потом где-то на дешевом каком-то предприятии печатают дерьмовые вот такие вот коробки, отвратительные принты и в какой-то хороший корпус заворачивают и, по сути, внутри месиво. Кому-то повезет, будет что-то одно заменено, кому-то не повезет и будет все вот вообще голимое. Сразу понимаете, что это не рефаблишер. Это вообще не та история. Это классические восстановленные. Примерно то же самое, что продается на Алиэкспресс. Обычно здесь никогда нету оригинальных аксессуаров, ну, потому что по сути им неоткуда взяться, но серьезно, вот подумайте логически откуда. Этот смартфон, я говорю, лежал где-то его мозги в огромном чане, оттуда достали мозги, поставили в корпус и все, ничего большего. Кстати, хорошо, что он золотой. Это уже радует. Вилка, ну, сразу видно под Китаем. Кстати, вилка, возможно, даже оригинальная. Сразу видно, заточена она не под наши европейские розетки. И вот он кабель Lightning. честно, тяжело понять. Ну, похож на оригинальный. Кстати, Lightning похож на оригинальный. Минимальное количество инструкций, бумаг. Вот так вот все запаховано, корявенько. Понятное дело, что легко понять. Да даже вот эта пластиковая штука не так, как у Apple. Сразу легко выкусывается, что это, понятно дело, не оригинал. Имеется в виду коробка и аксессуары. А вот, что касается смартфона, то сейчас будем разбираться. На первый взгляд выглядит неплохо. Твою мать, я уже что-то я уже что-то труханул по поводу экрана. Я надеюсь, он еще распогодится. Он очень странно распогодится. Это уже мне не нравится. Давайте по классике подавим на него, потому что типа якобы нам зачастую говорят, что вот именно таким образом можно отличить хороший экран стоит или какая-то подделка. Давишь на него, но пока ничего не проявляется. Ты посмотри, какую я сейчас буду фичу использовать. Ты посмотри на это, а? Ты посмотри, как они друг друга поняли, а? Покупая свежевышедший айфон, колонку JBL, колонку Sony или заказывая на Алиэкспресс, можно неплохо сэкономить. Кэшбэк-сервис Letyshops позволяет возвращать деньги с ваших покупок в более тысячи интернет-магазинов. Достаточно всего лишь зарегистрироваться по ссылке в описании, установить суперудобное расширение, которое не только напоминает о кэшбэке, которое еще и отслеживает динамику цен на Алиэкспресс, что очень важно, когда наступают осенние распродажи, китайцы пытаются нас нахлобучить, а вы тут по динамике цен херак и поняли, что цена-то была и лучше, можно посидеть, два денька подождать и купить выгодно. То есть Letyshops не только возвращает деньги, он еще помогает покупать вам выгодно. Регистрируйтесь, устанавливайте и будет вам счастье. Ну вот я и настроил эту бодягу и я скажу, что первое, что лично мне ощущается, это как-то подозрительно палец скользит по дисплею. Это как-то немножко подозрителен дисплей. Да, яркости запас появился, она просто была на минимальном уровне. В данный момент мы раз расширили и все, и поехала. Яркость появилась, это хорошо. Но дисплей, вот в данный момент своришь на него и как-то он вызывает подозрения. Я не знаю, как это происходит, но он вызывает. Все, все фотографии у меня сюда перенеслись. Сейчас надо обязательно будет затестить камеру. Давайте заглянем в настройки, глянем, что там за iOS у нас стоит и что мы увидим 11.4. И самое главное, вот нам еще, что важно, видите, иероглифы. То есть, по сути, вот это вот вам дает понять, что этот телефон не для европейского рынка, а для китайского. Когда вдруг будете покупать там iPhone 7, iPhone 8, не важно, короче, какой iPhone, заходите в обустройстве и смотрите на оператора. Вот здесь никаких иероглифов не должно быть. Ну и, соответственно, он уже нам предлагает обновиться. Если мы, конечно, хотим, то на 12 спокойно можем перелететь. Вот видите, сейчас будет проверка наличия обновлений. И так как он разблокированный, то есть у него под определенного оператора он не заточен, можно вставлять сюда любые симки. Точно так же можно поставить обновление при желании. Но опять же, а это желание должно появиться и это быть, не должны быть прям хорошие такие яйца. 12.1.3 предлагают нам. И это уже будет прям вот серьезно. Серьезно. По первой, что мне не хватает, это вот обычных жестов, которые еще вот со сворачивания окон, вот так вот. Здесь до сих пор приходится после десятки 10С привыкать и использовать 3D Touch. Вот это вот, вот это вот не хватает мне. А так, блин, добротно. Даже я сейчас проверил на YouTube, посмотрел ролик, я проверил динамики и динамики работают, то есть стереозвучание здесь есть, вопросов нет. То есть в этом плане все дело хорошо. В данный момент пока единственное, что у меня наталкивает на мысль, что вдруг здесь что-то не так, я просто забыл. На iPhone 7 греется корпус чуть-чуть или не греется? То есть вот где-то в районе вот этой вот области, когда я начал им только вот запустил и активно пользоваться, чуть-чуть нагревалось. То есть ты рукой ощущал этот нагрев. Возможно, дело в батарейке. Но при разборе уже сами поймем что да как. Я вас даже удивлю, но здесь работает 3D, мать его, Touch. А как вам такое, а? 3D Touch работает? Вот такие вот у нас дела. Вот такие вот у нас дела. То есть по сути, по-хорошему, на данный момент мне походу повезло. В кои-то веки мне повезло и достался телефон неплохой. Но это опять же все до момента того, пока вы поставите 8000 лайчин под этим роликом и соответственно выйдет ролик с разборкой. Вот там вот мы уже поймем непосредственно на физических деталях, а повезло мне или нет. Знаете, что еще смущает? Это неравномерная окантовка кнопки. И сейчас я имею в виду не золотую, а прозрачную, которая идет поверх золотой. Вот видите, как бы должно было закольцеваться. Но вот здесь вот косячок небольшой, сверху косячок небольшой и тем самым получилось неравномерно. Насколько я помню, когда у меня была семерка, такого я не наблюдал. Все-таки ну здесь и так было сразу понятно, что корпус не оригинальный. но блин, не оригинальный корпус даже не смогли сделать внешне, чтобы он был вообще не подкопаться. Все-таки мелкие нюансики даже есть. Я сейчас не говорю про материалы, я сейчас только говорю чисто про визуализацию. Даже здесь китайский айфон восстановленный палец. Всю вот эту упаковочную канитель я прям здесь кинул рядом со съемочным местом и сейчас прям случайно чуть не наступил на вот эту вот херовину. все-таки в комплект положили. Я понимаю, что яблочники сейчас подохереют от того, что андроид-дрочеры заряжают вот такими штуками. Особенно яблочники богатые подохереют, что кто-то из Китая нищеброды заказывают. Да еще и потом с помощью таких переходников заряжают величайшие смартфоны от Apple. Ну да, мы такие нищеброды. Что с нас взять? Вот заряжаем с помощью такой херни и она у нас есть в комплекте. Чтобы сразу убрать вот эти вот все недомолвки, решил я поставить симку. 4G, мегафон, отлично ловит. Прием, сколько? Три палки, четыре в среднем. То есть, по сути, ничего не меняется. Спокойно вы можете пользоваться нашими здесь местными симками и не париться. Что еще я хотел бы сюда добавить? Фотографии. Вот это вот то, что может быть заменили. Ну, по сути, всякое бывает. Модуль камеры могли разбить. Модуль камеры, я не знаю, мог остаться где-то вот в том чане, о котором я вам рассказывал, где там куча этих смартфонов лежит. Для этого специально сейчас я вам предоставляю снимки. Оцените. iPhone 7 у меня все-таки был достаточно давно и я забыл, как он снимает. То есть, все те ребята, у кого есть сейчас iPhone 7, отпишитесь обязательно в комментариях, как фотки похожи, то, что это оригинальное железо, оригинальные сенсоры камеры или все-таки это какие-то аналоги стоят. Жду. Ну и, наверное, я думаю, что поставим, когда будет еще один ролик про этот смартфон, поставим сюда айду и покажу вам все, что здесь есть по железу. На этом сегодня и все. Вы, как всегда, будете спрашивать ссылку. Дай, пожалуйста, свою ссылку. Где-то я покупал. Я вам просто говорю магазин TomTop Night Pandao. Все. Я ссылки оставлять не буду, потому что Pandao на самом деле это такая странная площадка. Я бы никому прям вот нацелено не рекомендовал там покупать, что вот заходи по моей ссылке и покупай. Нет. Потому что я в данный момент еще в них сомневаюсь и тем самым не хочу создавать какой-то ажиотаж, а потом мне люди будут обвинять, что, мол, смартфон как-то криво и херово работает. У нас же как люди. В одно ухо влетело, в другое вылетело, купил и Романыч накосячил самый последний козел в этом интернете, в этом вашем ютубе блогеры все скоты. На этом сегодня уж точно все. Подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик, ну и в комментариях я жду вашего мнения по поводу этого смартфона и все владельцы айфонов седьмых срочно отпишитесь, как оно там у вас. 8 тысяч лайчин под этим видео, мы его разбираем, показываем и сравниваем с оригинальным айфоном всем. Все, давайте, красавцы. Пока.